Приветствую вас. Я думаю, что ключевых моментов в вашей ситуации два. Первый момент заключается в том, что ваша мама истерит, манипулируя вами, не отпуская вас и удерживая вас при себе. Мне кажется, что вам здесь надо просто понять, чего она хочет, то есть, что конкретно вашей маме нужно и для чего ей так важно, чтобы вы были с ней. Ведь совершенно очевидно, что её истерика, её реакция, её поведение говорит о том, что не о вас она думает, а о себе. И если она думает о себе, то, может быть, вам можно было бы выяснить, чего она хочет, можно было бы выяснить, что ей нужно. Можно было бы постараться дать ей это до чего она хочет. Ну, мне кажется, это довольно справедливо. Вот. Это первое. То есть, если вы, ну, действительно придёте к мысли, да, вот сами, что она в чём-то нуждается сама. Другой аспект вашей проблемы, которые я вижу, заключается в том, что у вас не получается её игнорироваться. Вот здесь, мне кажется, куда более важный момент, чем был до этого. Дело в том, дело в том, что если у вас не получается игнорировать маму, то это проблема ваша. Как правильно сказала вам коллега Светлана, нет чётких границ. Кроме того, если вы говорите, что у вас нервный срыв после разговора с ней, это означает, что вас задевает то, что она говорит. Возможно, чувство вины, страха, что-то ещё. И с этим нужно работать. С этим нужно разбираться. Нужно абстрагироваться от тех установок, от того влияния, которое имеет на вас ваша мать. И не в смысле того, чтобы очернить её, обесценить или что-то вроде. А просто критически воспринимать то, что хочет она и в большей степени ориентироваться на себя. Возможно, вам поможет первый момент, возможно, вам наоборот стоит начинать со второго и потом прийти к первому здесь, я не знаю. Но однозначно, ситуация выглядит именно так. Жаль, что вы не написали, переехали вы к подруге своей или нет, то есть из вашего текста не совсем понятно. Но однозначно могу сказать, что нервные срывы, это следствие ваших неудовлетворённых желаний, которые вы себе запрещаете. И запрещает их ваша мама, которая вызывает чувство вины. Вам необходимо не только поработать со своими чувствами по отношению к маме, разобраться в них, но вам ещё и нужно отделить то, чего хочет мама для себя и то, чего хочет ваша мама для вас. То есть чётко разграничивать эту. Ну и, естественно, выходить из треугольника Гартмана, в котором вы сейчас находитесь. Можете почитать об этом в интернете, но для лучшего понимания и после на индивидуальную консультацию для работы в этом направлении. По сути, по сути, я вот так немножко продолжу, если можно, вашу мысль, да. Что происходит? Вы говорите, что делать в этой ситуации, да, что можно сделать в этой ситуации, говорите вы. А-а-а, вот. При этом в случае говорите, что игнорировать её не получается. То есть уже как бы заведомо отпрыгается одно из предложений. Это признак игры в да-но. То есть вы играете в игру под названием да-но. Можете тоже почитать, а не в интернете. Соответственно, в эту игру играют люди, которым не хватает внимания, вам не хватает внимания. Вот, вам не хватает чувства значимости. Это означает, что вы принижаете то, что вам важно. Это ещё одно направление, в котором можно поработать для того, чтобы вы смогли более полно воспринимать окружающие и иметь более адекватное представление о себе. Ну и я полагаю, что в соответствии с работой можно будет помочь вам выйти из этого круга, в котором вы сейчас находитесь. Но опять же, если вы этого сами хотите. Вот, потому что вам 28 лет, вот, и в общем-то, без эмоциональной, в том числе, сепарации от мамы, вы не сможете выстраивать нормальных отношений с мужчинами, не сможете построить свою семью. Вот, нужно учиться говорить нет, не только своей маме реальной, но и вашей маме у вас в голове, которая куда более опасна для вас с точки зрения деструкции вашего поведения, чем реальная. На этом всё, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!